Здравствуйте! Это рубрика «Право имею» и я, Наталья Ладудька. Рекламные компании давно шагнули за пределы банальных билбордов и закона. Теперь навязчивые смс и звонки – излюбленный способ поиска клиентов. Что делать, когда реклама вторгается в личное пространство? Об этом в рубрике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С одной базы в другую. Тут-то и происходит нарушение закона о персональных данных. Все эти данные, они в конечном итоге попадают в какую-то единую, скажем так, незаконную базу, которая так или иначе на чёрном рынке продаётся. И вся эта информация, ну не секрет, что может быть доступна, её можно купить и ей пользоваться. Для смс и звонков способы борьбы разные. Разобраться с сообщениями поможет мобильный оператор. Звоним по указанным номерам, называем свои данные и излагаем суть дела. Приходит смс с рекламой. Рекламодателям номер не оставляли. Куда сложнее избавиться от звонков, ведь своё намерение придётся высказать сотруднику. Для этого спрашиваем, откуда у него ваш номер, какая организация предоставила информацию, есть ли у звонящего документы с вашей подписью, которые подтверждают согласие на рекламу. Необходимо узнать также юридический адрес и ННН организации, в которой работает собеседник, и даже его фамилию, имя и отчество. А дальше потребовать прекратить звонить и удалить все персональные данные. Зачем столько подробностей? Не для того, чтобы напугать сотрудника, хотя и это может сработать. Ответы помогут составить жалобу в Роскомнадзор. Чем подробнее бумага, тем больше вероятность, что на неё обратят внимание. Жалобу даже можно направить через сайт. Как правило, компания получает символический штраф, а ваш номер рискует снова попасть в очередную базу. И всё придётся повторять заново. Стоит ли защищать личное пространство от обилия рекламных предложений, решать вам. Конечно, борьба требует времени, но и рекламные менеджеры отнимают его немало. С вами была Наталья Ладудька. Если знаете свои права, закон всегда на вашей стороне.